Селфи маньяки на острие атаки. Будьте бдительны, друзья, оглядывайтесь по сторонам, может быть вас уже снимают, а может быть вас снимают с собой, а может быть вы сами себе снимаете, в общем, можно так запутаться, если боятся селфи, то вообще можно не выходить, потому что фото нас подстригает везде в современном мире. Что это? Болезнь, привычка, что-то плохое или что-то хорошее, а может быть просто получение их удовольствия, либо осознание своей популярности, мы узнаем прямо сейчас вместе с нашей гостью. Давайте знакомиться, друзья, аплодируйте погромче, мы плохо слышим. Екатерина Руслякова, кандидат психологических наук. Как же мы без психологии нынче никак не обойдемся. Итак, Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Ну и, конечно, хочется узнать, ведь селфи сегодня доступно всем, и делать его умеет каждый, от мала до велика, и старшее поколение, и уже совсем юные дети, да? Это все-таки норма, такое явление в современном обществе, и вообще о чем свидетельствует излишняя любовь к самофотографированию, когда вот прям уже каждый день в большом количестве и так далее. А подожди, подожди, мы же в лоб можем вопросы задавать, да? Екатерина, вы делаете селфи? Вы делаете селфи? Нет. Нет? А мы следуем за вашим профилем. И как вы считаете, это на достаточном уровне у вас, или вы перебачиваете, или может еще, я не успеваю просто так часто делать, а хочется? Ну, мне однажды фотограф сказал, что лучше день потерять на селфи, зато потом знать, как позировать. Угу. Вот. Это тоже полезный навык. Со стороны посмотреть на себя, а рабочая сторона не работает. Смотря какая цель в твоем селфи вообще. Вот, в принципе, мы включены в интернет-пространство, мы там общаемся, мы там взаимодействуем, мы там даже работаем, мы, то есть, массу времени там проводим. И такой элемент, как самопрезентация, в том числе и в интернете, это вообще абсолютно нормальная вещь. Ничего здесь страшного нет, как раньше боялись игр компьютерных, телефонов, сейчас также есть паника по поводу селфи, но вполне может быть где-то и обоснованно, но вот эти вот рамки границы мы расставим, то есть, что является нормой. Нормой является и страх, то есть отсутствие, вернее, сам страх какой-то, что перед селфи или перед телефонами, перед интернет-пространством, это тоже ведь не норма. Поэтому совершенно нормально, адекватный человек, включенный в современную жизнь, он себя там умеет презентовать, умеет и пользуется этим навыком. Это абсолютно нормально. Но, опять же, если мы рассмотрим как селфи, как зависимость, она относится как нехимическая зависимость, их более 200 видов различных, то здесь граница каких-то критериев четких нет, то есть, сколько я наснимал, сколько я выложил, четких таких нет. Но есть один критерий, то есть, если это угрожает инстинкту самосохранения, и ты его перестаешь чувствовать и рискуешь своей жизнью, ну, притупляется вот это чувство опасности, когда ущерб ему физическому или психическому здоровью идет от твоего чрезмерного фотографирования, когда ты забываешь кушать или ты куда-то лезешь непонятно зачем, рискуешь своей жизнью, то это уже абсолютно явление не нормы и будет граничить с психическим расстройством. Как же то все за селфи отдать? Вот, к слову, да, некоторые же действительно уже не знают, на что пойти, чтобы выделиться среди остальных, чтобы сделать такое селфи, такого нет ни у кого. Залезть куда-то высоко или опасные какие-то ситуации с опасными животными, да. В общем-то, масса способов, да, пытаясь тем самым удивить кого-то, но при этом свою жизнь подвергая какие-то опасности. Ну да, я и говорю, причем его будущее селфи, как сам этот человек считает, должно быть гораздо, ну, как бы экстремальней, гораздо вау, супер, чем предыдущий. А он не может такое же сделать. Уже недостаточно. То есть, если он сходил в клетку к тигру, кальбу не считается. То есть, он должен, чтобы уже стоять, акул плавать или аллигаторов, где-то, что-то такое. Ну, во-первых, это тип личности определенной, стероидно-демонстративной или такой, который склонен к каким-то переживаниям, зависимостям, то есть, он фиксируется на одном и том же каком-то событии. Поэтому ему хочется вот именно селфи еще, 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 еще больше. То есть, он увлекся им очень сильно. Но на самом деле, если вы посмотрите статистику, в основном это, как бы, подростки, юношеский возраст. То есть, тот период, когда, в принципе, рисковое поведение присутствует, во-первых. Во-вторых, ну, очень часто необоснованный такой вот. Ну, и соперничество идет, наверное, среди своих коллег по классу. Получше. Да, это желание, да, желание выделиться, желание представить себя, показать себя и получить внимание, прежде всего. Всю свою крутость. Да. Ну, вот, на самом деле, у нас же есть потребности, да, там, пирамида потребностей этого маслоу. Есть физические потребности и психические, да, физические мы удовлетворяем. А психическая потребность, она как раз и состоит из тех частей, что это самоуважение, любовь, внимание, определенная мера психологического поглаживания, когда мы себя будем чувствовать востребованными. И поскольку в интернет-пространстве у нас только есть возможность представить себя в виде фото, ну, самый простой способ, есть камера в телефоне, мы это делаем, выкладываем фото, все видят, где мы, все нам дают свой отзыв, да, там, ставят лайки, и мы понимаем, что у нас этот компонент присутствует. Ну, а если мы возьмем медийных людей, которые часто появляются на экране, и для них популярность, и тиражирование своих фотографий, популяризация своей деятельности, очень важный момент, то, естественно, они этот момент, селфи, они его монетизируют. То есть они делают селфи, сразу тут же рассказывают, что, какое событие произошло, и мы видим, мы откликаемся на это событие, и человек таким образом не дает возможности забыть о себе. Ну, бесплатно еще, бесплатная реклама. Конечно, это определенного рода, да, и пиар, и умение тоже делать селфи, это тоже немаловажный вообще-то момент, потому что определенный ракурс, да, это чаще всего вытянутая рука, когда, то есть умение правильно, композиционно все это выстроить, вот, ну, как бы, если с точки зрения, вот, тут два момента с точки зрения психологии, и отрицательный, если положительный. Ну, отрицательный какой момент? Нет. Когда мы делаем селфи, а мы делаем его в самый такой важный момент в нашей жизни, когда что-то происходит или какое-то событие, мы в каких-то обстоятельствах, и мы хотим это все предъявить миру, мы этот момент не проживаем. Мы сосредоточены на том, что мы делаем фотографии. Да, мы не смотрим на салют, а фотографируемся себя. И потом у нас нет этого чувственного опыта, и нет положительного ресурса, когда мы, а был салют, а какой он был, и мы уже не помним, например. Все, у нас нет позитивного ресурса, мы это в копилочку себе, эти ощущения не сложили, мы их зафотографировали, у нас, ну, есть она фотография, но она не приносит нам столько радости, если бы это были наши переживания. Был такой эксперимент, психологи, они собрали две группы студентов. Одним студентам сказали, пожалуйста, фотографируйте себя на фоне экспонатов в этом музее, а другим попросили просто наслаждаться и ходить смотреть. Экскурсия. Да, и потом они проводили опрос, и те студенты, которые просто смотрели, они имели больше чувственного опыта, больше запомнили деталей, у них было больше впечатлений, ощущений, которые они могли предъявить. Те, которые фотографировали, они, соответственно, имели фотографии очень много, красивых, интересных, да, и лайков. Идеи из культа. Вот, да, поэтому вот такой момент. Но еще есть тут такой вот плюсик такой небольшой еще, что во всяком случае селфи вы же не просто сделаете кое-как, вы тратите на это какое-то время. То есть, например, вы сделали там 10 фотографий, выбрали из этой фотографии какую-то одну. Ну, да, обработки, всевозможные эффекты. Да, включается творческий процесс, вы почти художник. Это фактически элементы арт-терапии. Когда ты потом накладываешь фильтры, смотришь, какая фотография лучше. Сравниваешь. Да, ты получаешь чувство уверенности в себе, потому что, например, у тебя нет зеркала, ты сфотографировался, ты уже знаешь, как это выглядит со стороны у тебя. Вот, ну, а с точки зрения еще и определенных моментов становления своей личности, даже идентификации, и раньше, то есть позирование у зеркала было, ну, а сейчас это уже селфи, вполне нормальное явление. Просто для этого не нужно искать другого человека, можно сделать это самому. Просто придумали им одно слово, и все. Проще, к слову, о чрезмерности. Ведь селфи, так или иначе, это является моментом самолюбования, где граница того, чтобы не стать нарциссом. Да, ведь мы посредством селфи, выкладывая в соцсети какую-то информацию... Мы любуемся собой, да. Во-первых, любуемся, во-вторых, мы показываем где-то свою супер-шикарную жизнь, да? А я на яхте, здорово! И тут же у другого человека, а мы в лодке рыбачим, да? А я на пляже, на коврике, а мы на шезлонге, а мы там и там. То есть крутость тоже не знает границы, да? А кто-то же хвастает, напыщенность свою показывает, кто-то просто рад одной розочке. Ну, как мило, подарили мне розочку. А тут 200 роз, следующая фотография, да, и не понимаешь, за что происходит. Ну, это такого рода общение в интернет-сети. Мы рассказываем о том, что с нами происходило, как мы это переживали. Поэтому здесь, я думаю, что вполне... Но посредством селфи мы же стали больше знать о человеке, наверное, чем текстовая сухая информация, если где-то там написано даже в тех же соцсетях. Больше стало фотографий в различных ситуациях. Что отражает. О, он веселый, интересный. О, смотри, он спортивный, да, тут видно все фотографии. О, у него много друзей. Об образе жизни сразу вставление. О, любит детей, да, и так далее. Да, во-первых, это сокращает время восприятия человека. Ты пролистал фотографии, и ты знаешь, да, чем он занимается. То есть таким образом человек, правильно подобрав свои фотографии, может рассказать другим о себе. Ну, я думаю, что есть такие вот моменты, когда все-таки умение делать селфи – это вообще положительный элемент. Хочу вернуться к вопросу нарциссизма. Имеет ли это место быть? Ну, про нарциссизм. Я думаю, что он не совсем связан с селфи. Он связан с типом личности. И здесь немножко другая причина – следственная связь. То есть селфи – оно лишь возможность вот этот нарциссизм демонстрировать. Ну, никак не обратно. То есть он не запустит этот процесс абсолютно. То есть здесь взаимосвязи нет? Я думаю, что вот… Ну, мы все же любим себя, в конце концов, правильно? Это все. Это нормальное явление. Я и Екатерина, по крайней мере. Это два человека из трех. Хорошо, если ты делаешь селфи и говоришь, вот у меня классный селфи, выкладываешь. А если ты сделал селфи, такой, о-о-о, нет. Да, это плохо. Я получаюсь плохо на фотографиях. Я не фотогенична. Я не хочу, чтобы меня фотографировали. Я буду прятаться от фотографов. То есть все тут красивые, один я нехороший. Поэтому вы все вспыдываете, а я вот так отойду, и меня не будет видно на фотографии. А у меня еще функция телефона есть при фотографии, показывает примерный возраст? Да. Ничего вообще, ничего хорошего. От селфи не получаю удовольствие. 48 лет. Это очень приятно. Есть еще такая особенность в подростковом возрасте, это дисморфобия. Когда подростку, который идет изменение тела, оно растет, приобретает другие формы, ему сложно воспринять свое тело. И вот, кстати, фотография и самофотографирование, да, оно дает возможность эту дисморфобию сгладить. Когда человек делает фото, оно удачно. Кстати, селфи порой говорят, что оно даже лучше получается, чем работы фотографа со стороны. Потому что там масса всяких функций, которые преобразят твою внешность. Но, с другой стороны, это не живое фото. То есть ты сам как хотел так сделать, а они так, встаньте, так, все. Всегда же фотография. Внимание, все такие, о, клево, гуляем, отдыхаем, внимание, фото. И человеку сложно расслабиться. Как я буду выглядеть? Да, да. На фоне с вами, а тут ты. Да, это вполне естественно получится. И поэтому вот эти чувства неуверенности или невосприятия себя, своего тела, оно существенно сглаживается. В тот момент, когда молодые люди, ну или даже зрелые уже люди, знакомятся со своей внешностью. То есть они видят себя со стороны, да. И они начинают не бояться себя, принимать, воспринимать. Ну а вообще, если уж есть такой страх, что вдруг я там селфи-маньяк, или вдруг мои знакомые там селфи-маньяки, то нужно вообще включить на момент определенный элемент самоосознания. То есть зачем я делаю это селфи, что оно мне приносит, какие я эмоции получаю. И как только вы озадачитесь этой рефлексией в течение дня, в течение каждого сделанного селфи, я думаю, вы поймете, что это вам дает. А кто-то же вынужден делать селфи. То есть вот он, ну может не любит, да, человек, а надо. Но надо. Потому что человек может делать селфи. Потому что я же в социуме. Либо человек в политике, да, но он как бы, ну я не хочу, но мне вроде надо, чтобы меня вполне... Например, про премьер-министра, да? Пример-премьер-министра. Пример-премьер-министра. Он сделал селфи, все об этом заговорили. И все о нем заговорили. И все равно слуху человека, и стал вот эти рейтинги повысить популярно. Не так много времени у нас остается. Хочется задать еще один вопрос, все-таки со стороны психологии. Поговорить о детях. Родители могут бояться, что вот ребенок выкладывает постоянно селфи, к примеру. Стоит ли вообще отучать ребенка от чрезмерного количества селфи? Не знаю, как его дозировать, невозможно, наверное. Вот как сказали, да, что это на противоположительное. Да, вот вы представьте себе ситуацию. Вы воспитываете идеального ребенка, он у вас интернет не знает селфи, он у вас не пользуется, что-то там еще, да? Он у вас, да, вот в семейной ситуации вот этой находится, в вашей микрогруппе. Потом вы выпускаете там садик школы, там другие дети, там другие семьи, которые воспитывают детей по-другому. И он, представление не имеет, что происходит, но все делают, а он, например, нет. Во-первых, ему сложно будет включиться в социум, да? Во-вторых, нужно, наоборот, не воспитывать, не огораживать от тех событий, то есть, ну, ситуаций, которые сейчас у нас в современном мире происходят. А наоборот, помочь ребенку правильно понять, что хорошо, что плохо, как нужно это делать, чтобы это было красиво, что можно выкладывать, в каких ракурсах, в каких ракурсах это будет адекватно, в какой ситуации это будет хорошо. Ведь когда у нас недостаток времени, мы же не занимаемся этим. То есть, у нас когда есть настроение, да, то есть, уместность этого момента. Да, новая прическа, новый макияж, новая там платьица, новая там катюшка. Даже определенная эстетика, да, и то есть, и опять же, вопрос и цель, зачем ты это делаешь, что ты хочешь этим сказать. Задумывайтесь, друзья, чаще. Надайте, не просто, вот перед следующим селфи, правда, задумайте, а зачем мне это надо? Какая цель, какую цель вы преследуете? Да, что сейчас? Может быть, у вас проснется что-то новое, какие-то новые потенциалы творческие или креативные, и, может, вы найдете какое-то выдающееся место работы благодаря селфи. Может такое быть? Да, дорогие друзья, Екатерина, вас благодарим за то, что так подробно рассказали о данном явлении с точки зрения психологии, потому что многие просто об этом не знают, и сколько полезных функций все-таки нам дает селфи в раскрепощении, в познании самого себя, да, это очень, я думаю, полезная информация для родителей в том числе, которые, может быть, раньше боялись, что их ребенок слишком много себя фотографирует, а в этом находятся и положительные моменты. Дорогие друзья, вам спасибо, конечно же, продолжаем наш эфир, ну а мы в свою очередь пойдем делать селфи. Куда же мы денемся, я столько палок из дома принес, лыжная палка, знаете, сейчас как на селфи все будет все нормально, а вам, кстати, друзья, сюжет в тему, чуть ли прям вот такие, селфи-выставка ожидает всех нас, вперед, 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 давайте, давайте, давайте.